Здравствуйте, любители пошаговых стратегий! Это продолжение моей партии за Голландию в Сидмерс Цивилизейшн 6. Вы слышите Алексея Халецкого и я вас прошу перейти к первой серии этого сериала, если вы смотрите не с самого начала. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к видео. Ну а всем остальным приятного продолжения просмотра! Качечка, давай начнем. Вот метка, которая слева от швы, взял Дуня. Если я поставлю на рис, на клетку выше, вина дать. Вы уж очень против. Я не вижу там вино. Хочешь забрать, поставь куда ты хочешь поставить. На клетку выше. Этот выше от оленя, чуть-чуть дальше, да, на ту сторону реки. Да, я хочу до вина третьим радиусом дать. Ну блин, а что вы до того? Влево, да. В принципе, я готов и туда и туда поставить, без разницы, но, сам понимаешь. Я хотел бы нужнее тоже поставить. Короче, я не знаю, что ты хочешь, если южнее по этой. Тип, я тебе могу помешать. Ну, я человек такой, он может всегда договориться. С террористами, переговоров не ведя. Кине террорист, ты проблема. Хотя не проблема, вообще никаким образом. Ну, ок, тогда. Кведук на холме строится? Да. Слушайте, ну генерал же не может вроде разграбить. Может, ну как-то копия сделаем и поломаем этот лагерь, дурацкий. Ну, я там бегаю недалеко, ну, точнее, лечусь. Только долечусь, так примчусь. Там лаги тоже бесит. Ну, я просто там двумя юнитами боюсь туда идти. Там, наверное, раз распилит нас. У тебя вот карфаген вроде там побежал. Ну, он далеко, его почти добили. Сейчас проверим, даже интересно, сможет генерал разграбить или нет. Испанец, а ты можешь своим воинам куда-нибудь вверх? В смысле, а что снизу? Ну, вот, который снизу. Я понимаю, а снизу что находится? Будет находиться мой город ниже. Не там вот, где воин ничер. На вот этой реке? Грей, а глянь, а глянь, а может твой генерал что-то с лагерем сделать? Уже посмотрел. Нет. У меня очень волновало этот вопрос, честно говоря. Думаю, блин, может, не может. Ты уже этого самого привел? Я его привел, да. А у тебя места нет, что-то, для расселения? Мало места, да. Ну, не знаю. Вот это место, откровенно, мое. В столице, он рядом. Ну и ладно, я тоже ничего не сделаю. В общем, можем воевать, можем заключить мир. Ну, заключи мир. У нас какие-то шансы еще будут в этой игре. Но я считаю, что это упорка твоя... Моя, ну, конечно. Я должен тебе дать выдать 25 голды на ровном месте, просто потому что ты так хочешь. А раз ты этого не хочешь, давай-ка, я бы тебе дал 25 голды, вообще без проблем. Потому что юнит пришел, чем не клик, и 20 голды смешно. Я тебе сказал, что я тебе не хочу давать 25 голды. Ну, хорошо, чем и 1 папа, и раз я не хочу тебе давать 25 голды, давай 20 ходов воевать. Войну ты мне объявил, здорово. Не я тебе. Я тебе объявил войну, чтобы своим юнитом что-то можно было сделать. А не потому что, типа, давай-ка мы их объявим. Я тебе потом сказал, типа, мы будем заключать мир. Вот, когда ты забрал лагерь, у тебя было два военных юнита, у меня было два военных юнита, мы еще ничего не построили. Я не хотел заказать с тобой мир, чтобы я не дать тебе поставить города, где ты под... Потому что если мы заключим мир, мы не можем объявлять войну. Ты сможешь перевести поселиться, где тебе хочется поставить города, а потом на меня напасть. Ну, ты бы это сказал бы в голос. Я бы сказал, что я не буду сюда ставить города. Мне просто не нужно. Мне нужен был вот этот один город, и больше ничего не надо в твоей стороны. Правда, желательно, чтобы он был, конечно, лучше, чем вот то, что получилось. Да, блин. Сколько потеряно... Монумент лучше. Сколько потеряно развитие. Да и куда бы я тут даже города ставил? Вот за это озеро, которое справа, даже некуда. Ну, откуда мне знать? Я не вижу твои территории. Я тут вообще особо не разведал ничего. Ты приходишь, прям мне в лицо ставишь город, прям ко мне, к столице. Я ставлю его рядом со своей столицей, намного ближе к моей, кстати, чем к моей. Да, только за горами, которые вот это, вот этот, как-то сказать, плато, вот это горное, вот тут внутри этих город, и моя территория. Сложно сказать. Надо видеть всю карту, наверное, чтобы судить. Ладно, че мы делаем-то дальше? Ну, давай мир заключу. Лагерь еще справа. Ты видел, сколько он юнитов? Вдолк. Вдолк. Можно? Позаимствую. Ну ок. Смотри, они помирились. Нехотоподелись юнити. Смотри, не поверились. Я это как бы приметил и хлипаю. Ой, аляк, успокойся, я не собираюсь ни на кого нападать. Я тут волнуюсь, что там варвары за ладу уже наполовину снесли. Да, это какой-то дикий копейщик зашел, бился в него через реку. Конан варвар. Да. Кем-то они в Сирландо воевали до этого? Кем-то кого я не встретил. Они справа от китайцев? С персом, с персом я воевал. Слышишь, Грей, как так странно, я этого территорию нашел, а тебе нет. А, вот. Вот тебе ответ. Видишь, у меня как бы здесь проход в одну клетку и снизу в две. Очевидно, что я как бы сначала поставил сюда города, а потом уже думал, что там дальше. Я не знаю. Снизу? Снизу уже Ниндерланды. В итоге получилась какая-то дичь. Как так всегда. Не знаю, я вот свой четвертый город в такую тундру поставил, что мне на него смотреть больно. Жах. Блин, какое поселение. Если бы Димка мне вот этот R не уступил поставить, пришлось бы воевать с того же самого насела. Ну, видишь, мы не нашли общий язык. Да, уступить лагерь, который другой человек бомбит, уж так сложно. Надо на клике пытаться его захватить, а потом воевать. Я бы даже если бы захватил его, он тебе 25 долларов отдал потом с предложением мира. Но он не получился. Нет, я бы расстроился, и мы бы... Окей. Воевали. Ты захватываешь чужой лагерь? Еще... Барсман выключай, а больше не сходим. Барсман 25 золота заедешь. Интересно. Почему у тебя все время чужой? У меня столица вот прям здесь. Ближе, чем у тебя, я почти уверен. Чужой, я еще раз повторю. Потому что я его долбил 5 ходов, чтобы там не было юнитов. И я мог его захватить. И на последний ход, когда я его могу захватить, приходит радостный дуболом Перса. И говорит, знаешь что, я тебе отдам 25 золота, и будем жить в мире. Я говорю, нет. Я этот лагерь зачищаю, он мой. Ты говоришь, нет, ну что он твой? Он же тут вот в пяти клетках. Я говорю, потому что я поработал над этим лагерем. Выяснил, во что одеваются эти варвары. Что они едят. Отравил им пищу. А ты приходишь, говоришь, сейчас я вот этих всех отравленных, которые там дристают в кустах, потому что я позаботился об их здоровье, то я их буду захватывать. Вот я об этом говорю. Ну ладно. Я же говорил, почему я сюда пришел. Пришел скаут, я его ударил, он убежал. Где ты его добил скаутами своими, кстати, потом этого разведбитву. Мапучи, ты меня услышал, да? Не ходи, пожалуйста, выше. Да, я хотел спросить, кто это говорил. Испанец кто? То есть лучником не ходить выше, да? Нет. А, воина. Да, да. Рассказал стратегию ребятам, да? Да, Женка? Что? Что вы там темните, да? Что-то мне не светит пока эти торговцы, блин. А, они забирают все. Будь от у тебя тоже 3-4 в это кто-что? Не, ну согласись, и читаю то, что там остается, там мои уникальные здания, но странно было бы, если бы поиграл через что-то другое. У меня, кстати, надо все эти клетки с реками выкупить. Да и потом у меня не 7-5. 50. А, что у тебя? О, у тебя же еще круче, да? Ну пока нет. Надо достроить здание, причем они, к сожалению, зависит не от того, в какой город они идут, а без какого. Тяжелое начало партии. Пока не построите рынки, говоря. Слушай, ну, там с тобой грейщики надо как-то в союзы и... ...за счет этих бонусов от союзов. Зачем вам это вот? Димка, это понятно. А, Димка, Димка, Вау. Че? У меня там разведчик стоит около тебя. Почти в последнем издыхание. Где можно постояться полечиться у тебя. Так, ты же же взял проход. Ну, я говорю, где у тебя можно постоять полечиться, чтобы не мешать тебе? На этой клетке может постоять. Так, кому-нибудь шоколад нужен? Шоколад. Вот учу, ты бы, там тоже варвары как бы. Так они снизу сейчас, боюсь, придут. Ну, вот они снизу и идут. Поэтому я хочу через тебя спрятаться. Но менять не на что. Блин, карфаген, скотина, он достал своим лучником. Ни туда, ни сюда. Да блин, шушу всех одинаковые ресурсы. Испанец, а свинину ты скоро обработаешь? Свинина у меня обработана. Она у меня одна. Ну, две. Одна. Понял. Это видео вышло при поддержке глобальной космической браузерной стратегии console.bore.ru Игра не требует вложения средств, и при достаточном умении и понимании механик игры, человек, который не вкладывает деньги, может достигнуть тех же успехов, что и донатер. Заходите на console.bore.ru, ссылка в описании, и не забудьте воспользоваться фразой Леши играет для получения бонусов. Поэтому хочу на... Ну, блин, тут, конечно, ты где-то... Полный провал. Я просто боюсь потом на Польшу смотреть, когда она выйдет в героик. Кто там такого? Надо будет этому как-то воспрепятствовать. Мин, да... У меня сейчас очков мало, на самом деле. Ну, я думаю, ты успеешь. Ну, я смотрю, больше соседей так-то много, нет? Ну, да. Трое. Ну, Леша, я. И все. А, еще сверху индей. Че ты так боишься, что я выйду в героик? А снизу? А снизу к Даньске, это... Это Арчи? Арчи, да. Того, что я выйду... Блин, вот. Как, там 80 навыки будет сразу же. И культурки подписи. Ммм... Ну, 80 ты, конечно, загнул. У меня нет столько бонусов. Сосед. Ну, ну не 80, 50 будет. Просто все равно много. Всегда много. Сколько бы не было, много. Тупой компьютерный предлагает тут город ставить. Хотя его тут невозможно поставить, в принципе. Ну, сейчас надо в коммерческие районы ставить коммерческие районы. Караваны. Маракул строить. О, ЭГ. Пантион пришлось... Еще чудеса света. Только чтобы построить юнитов. Блин, перцы, а у тебя вся эта армия справа от меня... Там и будет стоять, так? Там есть проход, вот на плед. Я просто не могу юниты туда даже продвинуть никак. Там варвары. Там они перли оттуда всю войну. Я иду мстить. А, ну, кстати, у меня в спарде единственное железо вообще на всей моей территории. Поэтому... Если ты посмотри... У меня вообще нету железо на территории. Это вот к вопросу о балансном старте, который они там сделали. Да странно, да. У нас одно железо на двоих, видимо. У меня нету не только железо, но... Нет, значит, кони есть по-любому. Да, кони, которых забрал перс в своей спардой. То есть вот мои единственные кони вот этой спардой. Все. А там и кони, и железо все в одном городе находится. У меня, кстати, то же самое. То есть у меня лошадей тоже больше нет, только здесь. Вопрос. Я смогу на 15 минут отойти через 2 часа? Давай мы через 2 часа к этому вернемся. Да, да, да. Ни одного города-государства вообще не нашел. Вышибись. Просто здорово. Такой вопрос. Если ресурс, ну, редкий ресурс в джунглях, и я его уже там плантацию сделал, я могу просто джунгли вырубить? Да. Только надо не на серп нажимать, а на трактор. Товарищ Снолин, да? Я хочу мышкой открывать окна, но это невозможно. Так и здесь. Нажми на трактор. Так, так, че я с... Так оно и есть. Только нажимать... Я же иконки придумал. Димка, а че там наверху? Расскажи мне об этом мире вообще, что здесь есть. Ну, там есть ГГшка, но ты ее нашел. А больше я не знаю, я слева прошел. Из-за гор. А, ня-я-я. Один ход, кто. Че там за горами слева, я хз. Надо у хачечки спрашивать. А я не прошел, там они сидят. Там Леша и еще этот перс. Так, а тут все, тут ткань. И конец, и море победить. Да, морем. Ну, кстати, я вот сейчас посмотрел более-менее на свою территорию, но у меня реально место под пять городов вместе вот со Спартой. Ну, ГГшка, что там. Ну, а ты воевал. Или ты говоришь, что это мало? У меня так просто больше места нет. А сколько у тебя городов сейчас? Четыре. Четыре. Дипломативность. Ну, я еще думаю, может, там, где у тебя вот эти твои юниты, может, еще там поставить. Но это грустное место. Нет, зачем ты туда? Там грустное место, но там даже я уже познаю, фактически. Фемерок, может на следующем ходу разведать Дина клетку? На огол. Мест. Ну, ладно, мне еще вот тут место. Там, на самом деле, вот это место, ты видишь за огородом, что ли? Нет, я же пытаюсь прибежать конюн, тут твои стоят. Я не вижу, что за огородом. Дарвин, ну, короче, там еще четыре клетки. Так, кажется, еще бы тебя подвинуть. Я просто выше пойду. Ты уже долечился, типа? Нет, ну, я отойду, чтобы тебя не мешать. Просто я сейчас в эти джунгли-то вырубаю. А, вот лошади. Слушайте, я слепой, конечно, абсолютно. У меня есть около столицы лошади, блин. Ну, всегда. Ну, он тебе наверняка будет писать потом. Ну, потому что баланс, Леша, я знаю, тут один из двух. Он не обязательно, что их два ресурса будет. Я что-то принять не могу. А у меня как бы все ресурсы здесь. Значит, даже игра считает, что спарда – это мое место. Ну, ладно, тем не менее, железа у меня нет. Ну, около там вот. Арчет, ты мирно настроен тут. А, 350 золото, я не забираю. Сколько? 50, говорит. Ну, давай, по-люскому 50. Содержание, плюс два влияния. Макуйчик, как тебе предложение? И плюс два золота от торговых путей. Пока странно. Соглашайся. Нет, это не странно. Это тебя отучат в следующий раз просто их выводить. Без охраны. А что это за прикол? Караван в 10 жратвы – это нормально? Смотри, я могу оберегить войну, забрать посел, а потом еще их разграбить в торговый путь. И я говорю, соглашайся. Послушай, Кри, а теперь у меня перебор? Перебор, по-моему. 10 жратвы. Так я же говорю, караван в 10 жратвы – это не легально? Какая-то отличие не в темном веке, да? Это я в золотом веке? А, так может быть больше, что ли. Херда, херда. Не, Криты, конечно. Там есть еще лагеря, дофига, и ты успел поставить Артемиду, то это... Вот оно. Блин, не то нажал. Арчи традиционно губстопом занимается, да? Да, он нам не занимался. Короче, он не объявил войну в итоге. Ну, хорошо. Сам? Вот, ребята, вот вроде... Вот я стоял, да, договаривался с тобой, а ты не объявляешь войну. Окей. В этой игре нельзя договориться, конечно. Вдруг придется тебя за это проучить. Мы не хотели войны, да. Но она пришла к нам в дом. Поэтому мы ее объявили первой, да? Сейчас, говорит, я не то нажал. Не, ну, может, он не то нажал. Знаешь, промахнуться, объявить войну Арчи, это вообще грустно. Не, так вы разберитесь, может, действительно человек... Не, он объявил войну и убил разведчиков. А, он два раза не то нажал. Два раза, да. Два раза не то нажал. Все, нормально, бывает так. Мы вот сейчас с Грейм, по-моему, раз 20 не то нажали. Да, что-то не так пошло в игре. Нет, только в отличие от вас, я уже готов к такому разницу. Нет, Сандра 237, счет там делай. Что-что? 237 очков тебе, говорю. Я услышал, что у него каравана там поиси жачки. Караваны катаются у меня, возят что-то. Батеря 72, охренеть. У Димки тоже 72. Я никак в город не могу поставить. Грибы на Карфаген. Сломаем. Карфаген должен быть разрушен. А, наш. Ну. Даже еще у Димки есть. Ходи разведчикам, пожалуйста. Блин. Грейт. Катичка, ты еще раз можешь, чтобы мне дружбу кинуть? Кому? Ну, могуще. Ты мне кинул, а я не могу принять. Я не могу принять место, я могу тебе предложить. А, я не могу тянуть, нет. Не могу. Она у меня просто висит и все. Чего? Кто-то что-то что-то говорит? Какой ты мне кинулся? Ну, я тоже не могу. Пробуем сделку какой-то. А, что-то что-то говорил? Ну, я говорю, Касечке, могу другой вариант предложить. Какое? Ну, разделить его города. На кучи? Угу. А, да, я не хочу с тобой соседствовать. Сначала ты делишь его города со мной, потом мои города с кем-то. Зачем можно с собой поставить все-таки? Не, тут можно что-то поставить, ведь я не совсем расследую. Ну, тут прям супер. Димка, тебе немного чудес вообще. Я одно поставил только. Я вижу, что какой-то уже второй начал строить только что. Я поставил всякие сады. Больше пока ничего. Ничего ставилось. В смысле, не построил. Это человек ужасное развитие сады строит. Ужасно, я согласен, мне очень не нравится. Города некуда ставить, карфаген мешает. Ну, видишь, не могу поставить. Там вот этот долбаный лучник стоит и стоит, стоит, стоит. Он пусть стоит. А ты, Грей, хочешь дружбу? А это кто и откуда? Для меня этот мир ограничен в Голландии. Это Китай. Давай мне, чувак. Закинул. Димка, дашь пройти, пожалуйста. Спасибо. Такой позвяки мне денег, слышали все? Да, да, бабки кинул, Димка. Дашь пройти и монетки подкидывает. Мешок золот. Задать деньги? Легко. Знаю, зная Арчи, мне кажется, он скорее не деньги подкидывал, а такие, знаешь, мешочки, наполненные свинцовыми шариками, чтобы если не дадут пройти, так сразу справа или слева. Не, ну это было поздно, но мы сидим договариваемся с человеком, он говорит, хорошо, и убивал. Нет, я не сказал тебе, хорошо. Он так, знаешь, ну хорошо, хорошо, сейчас. Я тебе вообще ничего не сказал. Ты мне когда предложил, я полез тебе объявлять войну. А на то уже, что это вытружен, короче. Глебенно. Ну, в общем, там... Злой ты, инглес какой-то. Я вообще-то изначальнице такой войны. Еще даже когда не встретил, да, как-то вот сразу. В этом мире вообще чудеса, кроме Арки есть? Точнее, я нашел одно очень классное, но оно далеко от всех. Это этот Килиманджаро, но оно в тундре. Ну, то есть, такое место. Бог с ним. Диану там постах город. Далеко, получается, насильно. Но вот за губешкой, да? На юге. На юге. Слева я только от тебя шастаю. От меня на юг, далеко на юг. Фак, караваны, 10-3. Что это такое? Да, переменяйся, да новость, нафиг. 75-то Виктор на 2 на плюс 2. Магнус на плюс 2 поставил. Для чего у тебя 7? Магнус на плюс 2 поставил. Вот, Лешта, увидел, в общем-то, мою столицу. Ну, я ее все-таки не увидел, только немножко. Но это первый радиус, в общем-то. Она вот прям за клеткой, которую воды ты видишь. Очень больно каравана бить. Я прям смотрю, как вы с караванами. Вот, 82, 75, 78 динки. Зачем ты туда, город хочет ставить? Ставь на риф. Да, мы тут не можем. Отстаем. Что ты говоришь, Катичка? Эбнели, ты говоришь. Да я смотрю, что это нормально. Да мне кажется, подаление лучше было просто. Ну, я хочу 2 на дотянуться просто. Ну, ты просто дотягивал третий радиус. Смотришь, там стрипка промзона на плюс 4. Не знаю, что надо ласти то вина. Но я все-таки надеюсь, ты на ту клетку. То есть, видишь, там алмаз, там никто в город не поставит, ты никак не обработаешь. Почему на плюс 4? Там, где-то есть? Там город стоят, как за дуном? Какой город туда-то? Че? Кто-то город сейчас? Нормально, там город 4 холма, жрачка есть, 5 холм. Да, никто туда город не будет стоять. Я могу туда город поставить. Ну, это будет очень неприятно. Для кого? Для кого? Фух, слава богу. Муж пережила. Ну, колизей. Ну, че еще можно делать? Запитается. Ну, действитель. Вот и лагерь. Да, надо подумать, где тут можно город поставить. Нет таких классных караванов, как у вас. Ледом с озером надо. Да, у меня фигня караван. Здесь тем, что мне города, государство, говорят. Постой, еще от центра коммерции. Ну, вот сюда. Приходится ставить, да? Да, вот не хотел, знаешь. Проблемы белых людей. Потом еще и янтарь можно будет обработать, да? А рядом с озером это пресная вода. А тут я еще и районы смогу поставить. Ладно, нормальное место. Так уж и быть. Ну, лучше, чем вот здесь, кстати. Грей, а ты вот город поставишь. Я там не пройду уже, да? Где? Ну, в пустыне обратно. Ну, я в пустыню не ткну город сейчас. Спасибо. Да ладно, че, нормально там город. Ну, да, пшеница есть одна на шесть клеток. Ну, там ложь и есть. Так я поставлю с другой стороны, не на пустыне. Не, это неинтересно. Так я об этом и говорю. Соответственно, я сюда ставить не буду. Знаешь, на самом деле, мне кажется, город не Норисия, а южнее лучше гораздо. Мне нужно вино. Чем тебе вино? Счастье. Алкаша. Алкаша. Ну, у тебя две лисицы, и у меня лисиц нет. И? Смотрите, кто-нибудь поменяет. Когда-нибудь. Ну, слушай, а все равно, что так же так с этим радио. Почему, ладно, если твой город внезапно страдает от несчастья. Я не виноват. Вот уже сразу наезды пошли. Я не наезжаю. Я говорю, что далеко ставишь под влияние трех моих городов рядом. Не знаю, как ты будешь отбиваться от этого влияния. Ну, там минус двадцать. Ну, коллега, это пока. Ну, коллега. Болтал. А ты же красавел выкупать. Да. Раз, два, три. Ну, я так выкуплю. Четвертым радио саму выкупить и красавел. Ммм. Четвертым радио. Ну, да. Ах ты как, через лошадей болото выкупаешь, что ли? Ну, как бы, да, а что? Я просто предлагаю. Леш, ты же там идешь в союзы, да, сначала или нет? Да, да. Четвертым радио. Только мне это дал. Ну, хотя... Ну, мне тоже не очень быстро. Блин, забрали ученого, я хотел. И какой, думаешь, лучше делать? Сложный артикультурный. Не знаю, над подумать. Ну, либо культурный, либо научный, экономический нам толку нет. А почему мы отстали? Ну, на науку мы явно всему кампусу поставим. Я могу с вами вставить в какой-то союз тоже. Ну, отлично. Здорово. Санра, стоишь в КГ-шке так и не закидывай упорно. Больше трех зачем? Ах, я и не закидывал. Четвертый зашел туда. А за шесть же дают дополнительный... Нет, там теперь за домики. За банк. За шесть, это тут за банк. Плюс два. А, ну, то есть смысла нету загружать шесть, да? Супер. Ну, пока банков нет. Мы же тебе говорили об этом, Санна. Да, 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 да. Либо какой-нибудь там, Занзибар. Я просто не дочитал изменения. Но это хорошее изменение. А то все как упоротые грузят сразу, да? Потом приходит Арчи, забирает эту ГГ-шку и все воюют на карте. Слушай, ну, мне понравилась фраза, я и так тебе хотел войну обеявить. Почему? Макуча. Индес. Что я тебе делал? Нет, я пришел ко мне, я решил тебе войну обеявить. То есть, когда сказал, что денег давай. Деньги давай. Деньги давай. Что ты опять требуешь? Да это я требую. Слушайте, мне дать это, если хотите. Деньги раздают, что. Не, ну вообще, а там, там же какой-то бонус у Шотландии за его эту освободительную войну. Или там только союзник есть, я забыл. У него там. Ему надо объявить освободительную войну. Но он по какой причине ее объявляет? Освободительная война. Когда-то чего захотели. Хватили, а город-то союзник. По-моему, гагашка не считается. Только если не было ее созерянным. Димка, а ты в службу и да? Ну, учитывая, сколько у меня культуры, я иду сейчас в феодализм, если честно. Димка, как я тебя обогнал по культуре, ты построил 25 юнитов. Не, я просто готов в этот. У тебя же там караваны культуру дают. Нет. Их слишком мало, я так скажу. Караваны не дают культуру. Не, у меня все перси дают. Перси дают. Перси, это перси. У меня один внутренний караван. Второй дает мне плюс один. Второй квест выполняет. Ну и копает дорогу для легионов. По культуре там есть колизей, есть все остальные. В общем. Колизей, а кто построил колизей? Качечка. Таец. Бандит. Чего? Ничего нового. Ну, ты где? Стандартный ход за китай. Пусть я построил подданного. Обидитесь. Арчи, ну, 41, ну, е-мое. Таец. 13, 17. Три кампуса или два, сколько? 12. Ну, не знаю, на 41 там. Вынуждена объявить войну Мапуччи. Все тропические леса, я думаю, убирать. Они, конечно, дают там бонус кампусу и прочее, но они реально тут не нужны. Вон, отключи все это. Зинка, продлеваем. А Сандро на кого армию копит? Это оборонительная армия. У меня дружба со всеми соседями. Как это и не звучит, странно. Блин, а у Катички вообще нету, что ли, армии 25? Скаут где-то бегает один, да? А помните такой вопрос, который прозвучал недавно? У кого, кто построил Колизей? Да. Давайте складывать пазл, что получается. Есть Колизей, так? Есть Польша, которая 50 золота в ход. Так, есть оборонительная армия. Да. И могут быть варианты. Отдумаю, это гг. Да ладно, это я шучу. Просто стоит позаботиться не только про развлечения, про Колизей, про армию, а то вы... Да это ты слева от индейца-то этого, да? Я слева от индейца. Слева испанец. А его городать-то не надо? Испанца? Не, индейца. Зачем мне? Индейц хороший человек, мы с ним дружим. В перспективе, да. Индейец против индейца, все норм. Брат, индейец. А он индейец вообще? Потому что я индейец, а вот он... Он тоже индейец. Только южный индейец. Собственно, как мы и расположены с тобой. Четко. Я вижу практически в трех клетках друг от друга две Петры строятся. В разных... Да-да-да-да, я тоже заметил. Димка, ну может быть... Это соревнование на скорость. Кто? У кого красивее выйдет. Да. Может не строить ее строить? Ну смотри, сколько у тебя? Два. А у меня четыре. Ну ты сейчас на 7-м рубит там что-нибудь. Было бы чего рубить. Рубит-то есть чего? О, это без бонуса не круто. Да, если пойду обратно. Может купить поселенцы? Я только один ход строил, в принципе. Сколько он стоит? 340. Дороговато. Ну пусть тут надо везернуть и построить, чтобы у меня были караваны. Из караванов тут не вывести никак. Но их нужно быстрее. Чего там не оставили? О, золото. Украина, ты уже походил рабочим вот на коммерческом районе у Спарза? Да. Слушай, ты посмотри, Арчи. Сандра-то научился, блин. Двух торговца взял. О. На увеличение количества торговых путей. Право. Одного взял. Двух. Одного? Ну как же. Двух. Двух. Так двух, почему что двух? Джан Зенни, Марко Пол. Сидит еще нас обманывает, головно одного одного. Забыл, забыл. Только что взял и забыл. Говорили. Тут где-нибудь у этого города. А счет девка мы продлеваем дружбу? Ну как бы... Да. Разница между 90 и 27, я думаю, небольшая. 27 сил у Китая, 90 сил у Польши. Ну прям просто приходи и забирай, называется. Долго будешь идти, это же новый мир. Сандра, ну на армию это растет. Оборонительная. Это юниты апгрейдились. В смысле, вон Арчи один шаг сделать из своего города к Польше, например. Ну... Он же заключил с ним вроде новой дружбу. Ну, зная Арчи, который заключает просто дружбы со всеми соседями, чтобы напасть на одного соседа. Но... Если мне очередь в Польше придет. Я перебью этот шаг, длиня и жизни. А где там это Польша? Где-то между Германией и Беларусь. Ага. Чутка юмора. Этичность. Восемь ходов, я надеюсь, в темном месте. Слушайте, а если две подряд золотых эйры, это нормально? Да. Это нормально. Может мне, что-то так... Ставить так, надо будет купить его все-таки. Он будет купить. Он будет стоить у нас 340. То есть, в принципе, за три хода я накоплю. Я боюсь следующий золотой век. Сейчас там как прыгнуть с их. Страшно будет смотреть. Блин. Не лучше. Но бонусы первого золотого века, они исключаются, да? При переходе во второй или нет? Нет, там вообще такие же. Одином. Я веду. Первых двух одинаковые. Я на виду они складываются или нет? Нет, 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 нет. Золотой. 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 Мне было интересно. Блин. Хочется клетку эту установить. Тогда отложится... Блин. Отложится покупка поселенца. Здесь я не хочу лишаться этой еды. Так, еды немногую. Ладно. Мне даже в Спарде районы строить негде. В общем, в цехе. Что в Спарде? Под районы, говорим, места нету. Все клетки займутся. Работать жителям негде будет. А смотри, я взял, короче, это пантеон на рубку, который дает веру за рубку. Лиза, ну то есть я рублю леса, мне прилетает тромка и параллельно еще прилетает вера. Не строя районы, я за эту веру, благодаря веку, покупаю строителей. Тоже нормально. Классная фишка. Получается интересная тоже получается такая стратегия небольшая, да? Можно Магнус, это рубка. Ну, получается, этот пантеон становится актуальным. И у тебя тоже получается быстро строится города. Польша. Мы можем общий проход какой-то сделать. Общий проход? Да. Ты не сподскажешь, где там у тебя чудо туда. Я аж говорю, а далеко от меня, на юге, за моим южным армией. Зато в этом ничего нет. Там моря и испанец. Нет, испанец слева. Слева от меня, да. Ну, сверху от меня там равнины. Город ставить. И все. Там ничего заставить. Я бы вот тут поставил, где я хотел изначально. Был бы просто закрыт проход и все. Нет, надо ему сюда было. Серьезно. И такой офигенный город у него получился. Прям бусечка. Ну, то есть, фигня, естественно, не город. В плане развития. Дюмка, ну я на следующий ход доставлю. Кто там из нас? Ну ты, походу, первее был, да? Ну, я не на следующий ход. Видимо, тебе пойдет. Спасибо. Так, что нам дальше для развития? Блин, я же хотел поменять универ. Карту. Наверное, рано. Ну, без Альпиевского можно. Что еще? Ну, пусть ты там одумался воевать. Ну, спор, я не хочу я воевать. Ну, а вот с ГВшкой сейчас приятно. Иместь такие сложности. У меня нет. У нас тебе голды не дает. Ничего не дает. Если туда послов, ты не можешь посадиться. Не надо смерть гордого разведчика второго уровня. Надо возместить чем-то. Ну, давай, я пускай пока. Прозвучало, как будто Арчи должен принести какой-то дар. Ты кто, шотландец? Тащи что там у них. Скотч или что там, шотланцев? Наверное, на виски или скотч. А урландцев там что-то. На можжевельнике. На можжевельнике. Волынку пусть тащат. И юбки. И юбки. Оригинальная просьба. Юбки, варчи. Лучше волыну уже сразу. Не, ну а если честно, то я никогда не забираю вот так поселиться. Ну, а хочешь делать, а? Забираешь ты? Нет, я спросил, ты мне сказал, давай деньги. Не, ну попробовать всегда можно. Вдруг. Вдруг ты скажешь, да-на-на-на-на, да-да-да, только не забирай. Так, мне пишет, что закончится через шесть ходов. И это как-то надпись, как утопия какая-то. То есть, типа, все пропало. Через шесть ходов все закончится. А-а-а, да сейчас там будет очень страшно, мне кажется. Кажечка, да успокойся, ничего там страшного не будет. Будет. Было бы отчего. Стрел... Ну ладно, посмотрим, может и не будет. Ну да, у нас одинаковое расстояние от столицы до этого великолепного места. Ну, серьезно, ты, по-моему, немножко упоролся с этой скачкой. Берем, пожалуйста, разведывал. Вот, это дело. Во-первых, сам по себе город плохой получается. Я не собирался к тебе, к столице ставить. Я, вы знаете, где я хотел свой город ставить? Вот, слева от твоего вот этого уникального улучшения, как оно называется, Вот, через речку, на этом холме. Вот у меня бы стоял тут город, и я бы никуда дальше, естественно, уже города в твою сторону не ставил, потому что просто некуда. Этот бы проход, ну, там, может, был бы на моих границах, но военный лагерь я бы тоже туда не ставил. Спокойно сидели бы развевались. Ты всунул этот город, он, согласись, хреновый просто, ну вот. Там все ресурсы стратегические, какие у меня есть. Ну, ты сейчас это увидишь. Ну, видишь, у меня в столице нет ни одного вообще. Здесь и лошади, и железо. О, ну, лошади там еще есть далеко наверху, но на тот момент я их не видел. Вон мое предложение. Я согласен. Ты что-нибудь на Нариву решил взять, да? А дальше дрожжва. Арчи, а с тобой проход можем заключить? Друг был проход. Ммм. Я, почему спрашиваю, и вот я конь стыд, я хочу вверх пройти. Орлечку. Ну, нежелательно, там столица моя. Ну, а там у нее ракетками, когда ты будешь, мало ли. Какими ракетками? Какими ракетками? Я индейец, Арчи, индейец. Дикие люди, ракетки. Откуда? Там живут несчастные люди-дикари, знаешь ты? Да, в Тихурии, я малый сын. Человек, который вот 30 науки. Ну, тупой еще, к тому же, индейец. Как бы у тебя второе место по науке в ход. Час науку у людей, почему у меня науки уже больше, чем половина людей, к нему и волне ходу? Я, например, не строил. Мне сказали, что не надо строить кампуса особо. У меня нету мест под кампуса, я их особо и не строил. Я поставил, я делаю. Да у меня два. У меня два кампуса, плюс два и перестали, все. У меня один на плюс два больше мест нет. У меня один на плюс полтора. А, так у меня на плюс три, субарно. Извините. Плюс полтора. Лоу. Я б на твоем месте вообще. Ну, а куда? Сейчас города подрастут до сих пор. Уничал. Как раз что-то про нормальных людей. Вот, только что говорили. Понятно, где купить лучше в Амстердаме или в Гааде. Каким быстрее приведут? Два хода. Три, четыре, пять. Раз. Два, три, четыре, пять. Тинаково, по-моему. Так, раз, два, три. Чневский в Гааде. Не правильно. Кышать сюда. Я за русского, он за Гараба. Ты до сих пор, ты помнишь? Да, самая эпичная война за... Да, все. Вообще. Диджет. Эпик. И фраз дарчився, соответственно, я нарушил эту фразу. Да, мы потом где-то рубились, по-моему, в Германии. И, да, Германия тебя была, у меня не помнит кто-то, кто-то тоже. Или русский-то, хорин пойми кто. Блин, еще камень до сих пор не обработан. А каких вы, губернаторов, качаете и как? Ну, Магнус Арчи на плюс два взял, плюс два еды с каравана. Пока очков больше нет. Я люблю райну качать золото и в бонус соседства. Угу. Но там уже за караваны или тоже Магнуса прокачать, чтобы вот эти все караваны только за внешнее. Нет, там за внутреннее. За внутреннее. Магнус дает плюс два, золото, плюс два еды. За караван после в город с Магнусом. Почему? Я не слышал все фразы. Я имею в виду у этой подруги, которой ты горишь на деньги, Рейна. У них... Ты пропадаешь. Ей, первая прокачка за тур идут. Не, али, али. Левый... Левый... Левый бирг качает. Левый, понял. Там же за соседство науку дают в золотом веке. А вот она неплохо заходит. Да, блин, куда мне уже меха делись? Только хочешь шагом поторговать, все, уже нету нифига. У всех ресурсы есть, которые есть у меня. Ну, что это за бред? Блин, Арчи, только хотел с тобой поторговать, у меня уже меха куда-то делись. Вы, кстати, в курсе, что шотландец в лице Арчи за счастье получает плюс 5% к науке и производству, а за экстаз плюс 10%? В этом ты хотел с ним поторговать. Я вам просто объясняю, что я не могу найти ни у кого ресурсов, судя по всему, все торгуются с Арчи. Все торгуют с Арчи. А, так у меня дофига шоколада, торгуюсь. Кто, кого шоколад за экстаз? У меня шоколад. Какая-то там ошибка у кого-то, я слышу. У меня есть два янтаря, Алёш. Ты на дочь. Ну, давай, шоколад, я меняю. А, нет. Да, два янтаря, два анифрита. Я предложил тебе. А, я тоже предложил. Сейчас. У меня не вылезло, ничего тебе. Как-то у всех все печально. Предложи, ты. О, у тебя что-то шоколада меньше стал. Ты с кем-то поторговал? Ну, с тобой. Нет, я сейчас кидаю, у меня осталось два янтаря. Блин, фиг не знает. Сейчас я гляну, с кем я тут могу торговать. Какао. У меня написано две сделки с тобой. Два чая твоему господину. Ну, серьезно. Какао. У кого есть шоколад, скиньтесь, пацаны, любитель. Так, меняю шоколад, ребята, меняю шоколад. А ты не сможешь, у тебя его нету. Нет. Чичи. Че-то как-то, 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 как-то обманули. Получается. У меня есть еще два алмаза, меняю алмаз. Качка, смотри, как получается. Научный центр плюс полтора, да? Два шоколада, ну, явно Нубера какой-то с нами хранит. Так и есть. Не надо. Ты еще выглянул, что у меня всего три очка торговца вообще осидел. До десяти вырастить. Античность через три хода. Ну, как раз я поставлю город. Сразу на меня взять карточку, похоже. Так, ну че ты, Малешки, до союзов сколько? А что, ты уже открыл? Мне, ну, судя по всему, ходов восемь. Детей. Но это если я ничего не ускорю. Если ускорю, будет быстрее. Так, будет раз-два. Ну, третий ход, как раз когда выход в античность, можно будет брать. Так, что у нас уже бегают из Роттердама. Блин, ты можешь там скаут пройти под Мастердам? Ну, любым лучникам, неважно, это я уже в третий ход стою. Блин, они не могут идти, не хватает очков действия никуда. Ну, ладно, на следующий ход тогда. А почему, а что, через город не пробегает? А, он показывает, что он будет отбегать там через верх. И, в общем, четыре хода это займет все. Станется проход. Вот, ребята, есть ртуть. Так, из Роттердама, из Гаги бегает. Вообще. Так, из Харлины. Знаете, карта, это вроде нормальная такая. Три это будет, что... Ну, в принципе, да, достаточно далеко всех распадал. Такая красивая пустыня. А этого я подержу для этого города. Для меня. Да, слева. Там, где два железа. Никара, скоростный. Заключим какой-нибудь. О, плюс пять. Ты знаешь, я пока феодоризм. Ну, нет, ну, как вообще как-то настроен на союз. А у тебя перстает уже? На свечку от нас. Давай, наверное, культурно тогда заключим. Какой ты хочешь со мной союз заключить? Знаете, тут три паса. Думаешь, культурный? Мне, конечно, выгоднее экономично. Золота мало. А я тогда смогу тебе отсылать по торговой пути. Мне будет и промка из золота. Ну, в общем, давай посмотрим, потому что до него еще далеко. Тебе, что мне? Трихоны, как бы. Не шел. Ничего подольше. Блин, в золотой век вступаю. Мягко говоря, подольше. Я и пропустил, что я уже не в темные века буду. Опять. Что шум не получается? Что у меня все в нормальном, да в нормальном. 35. Блин, дофига не хватает. Дофига не хватает. Дофига не хватает. Я как-то не могу привыкнуть и подстроить как-то кавалерий какой-нибудь. Кэрс, походи своим этим скаутом. Да, спасибо. Да, ну вот, один минус темного века в начале, это хромая тропа. Я вообще не знаю, что там. Как и я, да. Я нашел 6 гг-шек до сих пор. Но я в этой игре не отновариваю. Ни одного скал не построил вообще, ноль. Я вообще еще до сих пор ни одного города в государстве не нашел. Сижу, страдаю. Твоей коляски, вот где Экпатана, влево и наверх. Там научная гигажка. О, есть рожник, спасибо. Долбан и приставка шоу в лавенду. У испанца вера есть? Нет. Странно. Катич, ты будешь веровать? Нет. Я переживаю. За испанс. А что ты переживаешь? Какой-то безверный. Отложим. О, изменилась единичка. Мне, кстати, провести бы пару... У мапучи и ноль науки. Вход анархия, что ли? Анархист. Жестко. Бедный мапучи. Жестко. Может спасти брата-индейца как-то. Миротворцев прислать тебе? Их там нету каких-нибудь. Сейчас зашлем. Остановить беспорядки-то. Спасти коренное население индейцам, блядь. Ладно, шуточки эти ваши. Заменить одного индейца на другую. Мы дружим. Перс. Научный будем заключать. Ну, на самом деле у меня будет, дай бог, один свободный караван, чтобы тебя направлять. Ну, у меня как бы тоже. Ну, как хочешь. Загляните на Console Wars, ссылка в описании к этому ролику. А на этом пока все. По задумке продолжение должно появиться завтра. Спасибо, что засырели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просм. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы засырели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.